Аркъм ТВ представляет Толкование суры «Ат-Такясур» – часть 2. Далее Аллах говорит «Калля сауфа та'ламуна, сумма калля сауфа та'ламуна». Практически одинаковые аяты, только во втором аяте в начале стоит «сумма». Грубый перевод звучит так «Но нет, скоро вы узнаете», «Но нет, скоро вы узнаете». Частица «калля» здесь использована в значении «непременно», «поистине». Буквально «калля» переводится как «ни в коем случае», «ни за что». Другими словами, это ваше заблуждение, ваша иллюзия не продлится долго, «ни в коем случае». Совсем скоро вы проснетесь, и когда вы проснетесь, вы сами скажете «Ох, что же я натворил! Как я мог так обмануться?». Знаете, когда люди с головой уходят в мирское, в наслаждение, и вы пытаетесь разбудить их, напомнить, в чем истинный смысл жизни, они совершенно не хотят слышать об этом. И тогда вы говорите себе «Нет, этот парень ни за что и никогда не примет истину». Это уже пропащий человек. Он ни за что не повернется к истине. И Аллах как бы говорит «Калля». Нет, наступит время, когда они непременно узнают и будут слушать. Больше не будет никаких забав и развлечений. И это будет уже после того, как они окажутся в могилах. Итак, Аллах говорит «Калля сауфа та'аламун». Но нет, очень скоро вы узнаете. На то, что это произойдет очень скоро, указывает частица сауфа. Другими словами, ваша смерть уже на пороге, она очень и очень близка к вам. И как только вы умрете, вот тогда вы узнаете. Алида будет доволен им Аллах, говорил «Люди спят, и по-настоящему проснутся они только когда умрут». Вот как он комментировал этот аят. Итак, очень и очень скоро вы узнаете. Узнайте когда. Когда окажетесь в могиле. Вот тогда вы станете горько сожалеть, поскольку поймете, чем вы занимались в мирской жизни и чем вы должны были заниматься. Очень скоро вы узнаете об этом. Как только вас положат в землю и начнется могильный допрос, вы осознаете, как ужасно вы заблуждались. Далее Аллах говорит «Еще раз нет, скоро вы узнаете». Некоторые ученые сказали, что первый аят касается допроса в могиле, когда люди поймут, как они были неправы. А во втором аяте еще раз нет, скоро вы узнаете. Говорится уже о том, когда они выйдут из могил, когда начнется судный день, и все их деяния будут выявлены и подсчитаны. И тогда они на самом деле осознают, как были обмануты и опьянены погоней за мирским. В могиле они будут допрошены, но это будет не тщательный, исчерпывающий допрос. Но в судный день, когда они выйдут из могил, вот тогда их будут всесторонне отчитывать и допрашивать. И этот второй допрос будет намного жестче и страшнее, чем первый. На это указывает частица сумма, делая этот второй аят более сильным и эмоциональным. Она усиливает смысл, добавляет страха и большей выразительности фразе «но нет, скоро вы узнаете». Итак, Аллах, Велик Он и Возвышен, говорит «но нет, скоро вы узнаете». Еще раз «нет, скоро вы узнаете». Аз-Замахшари дал интересный комментарий по этим аятам. Он сказал «это предостережение является милостью от Аллаха, чтобы они проснулись от своего забытия и обмана». И смысл повторения фразы «скоро вы узнаете» в том, чтобы еще больше усилить предостережение. То есть, когда вы повторяете угрозу, она становится более действенной и доходчивой. «Ты скоро узнаешь, говорю тебе, ты скоро узнаешь». Когда вы говорите так, это очень влияет на слушателя, и он очень серьезно воспримет ваши слова. Еще пример. Если ваши дети балуются, не обращают внимания на ваши слова, то вы им скажете «хватит, я сказал». «Вы доиграетесь сейчас». Ох, как же вы доиграетесь. И чем серьезнее ваша угроза, тем чаще вы ее повторите. Вы узнаете «нет, говорю вам, вы непременно узнаете». Повторение угрозы добавляет ощущение критичности ситуации. Подобный стиль нередко используется людьми, которые хотят убедить в чем-то собеседника. «Все было не так, да говорю же тебе, все не так было». Вы повторяетесь, чтобы довести свою мысль до собеседника, который может сомневаться в ваших словах. И если вы скажете «дважды» или «трежды», тогда они поверят вам. Иногда необходимо повысить градус, чтобы достучаться до самого сердца. Что касается предостережений в Коране, то знаете, в чем наша проблема? Для нас Коран – это книга, которую мы читаем. Но для многобожников Коран, который они слушали, был произносимый речью. В речи вы можете эмоционально влиять на аудиторию, а при чтении это не так-то легко сделать. Поэтому сегодня, когда вы читаете Коран, он может не настолько тронуть вас, как если бы вы услышали его. Когда вы слышите Коран во время молитвы, он намного сильнее проникает в ваше сердце, поскольку истинные и проникновенные эмоции от сердца к сердцу можно передать только посредством речи. Если вам дадут совет в форме текстового сообщения, то это одно. Но если к вам придут и в живом, прямом разговоре дадут совет, то это будет совсем другое, поскольку, когда мы слышим слова, они оказывают на нас намного больший эффект, чем когда мы их видим. Поэтому, когда Аллах приводит слова с подвижников в Коране, они не говорят «Мы прочитали, и мы повинуемся». Они говорят «Мы услышали, и мы повинуемся». Написанное читают, а речь слушают. И эта речь, эти слова были настолько проникновенными и сильными, что когда мусульмане слышали их, они готовы были подчиняться им. Настолько сильной была эта речь. Поэтому нужно проводить уроки по Корану, вести лекции на тему Корана. В этом много пользы. Одна из них в том, что это оживляет изначальную природу Корана. В первую очередь, Коран не должен был читаться. В первую очередь, он должен был быть услышан. Посланник, ﷺ, читал его людям, чтобы Коран слышали. И когда мы ограничиваем Коран только лишь чтением, то теряется его изначальная эмоциональная сила. Далее, Аллах говорит, «Калля лау та'ламуна айлма аль-якин». Но нет, если бы вы только обладали убедительным знанием. Частица ляу указывает на то, что уже невозможно сделать, и соответствует выражению «если бы». Аллах, велик он и возвышен, как бы выражает сожаление, говоря им, «Если бы вы только знали, если бы у вас было знание». Какое знание? Аллах назвал это знание «а'ильм аль-якин» – знание достоверного. «О, если бы вы обладали знанием достоверным». Через один аят мы увидим еще одно выражение «а'йн аль-якин» – око достоверного. Другими словами, есть так называемое знание достоверного. И есть око достоверного. То есть то, что ты видишь непосредственно своими глазами. Это две фигуры речи, о которых мы подробно поговорим, иншаллах. Есть еще одно похожее выражение, которое дважды встречается в Коране. Хак-куль-якин – несомненная, убедительная истина. Итак, есть три вида якина – «а'ильм аль-якин», «а'йн аль-якин» и «хак-куль-якин». Мы должны понять связь между этими тремя выражениями, перед тем, как разобрать эти аяты. Давайте сделаем это с позволения Аллаха. Сначала давайте рассмотрим слово «якин» – общее слово в этих трех фразах. Две из них находятся в этой суре. Какие это фразы? «Альм аль-якин» и «а'йн аль-якин». А третья фраза «хак-куль-якин» встречается уже в других сурах. Итак, давайте посмотрим на значение слова «якин». Имам Ар-Рагиб сказал… «Аль-якин» – это такое знание, которое выше, чем просто владение информацией о чем-то, это более высокая форма знания. Другими словами, иметь «якин» – это больше, чем просто знать. Я бы перевел слово «якин» как твердая убежденность или непоколебимая убежденность. Когда вы совершенно и абсолютно убеждены в чем-то, это называется «якин». Кстати, «якин» даже сильнее, чем иман. Мы увидим, почему он сильнее имана. Абу-Хилляль-Аль-Аскари сказал… «Якин» – это то, в чем мы настолько убеждены, что глубоко в душе мы чувствуем спокойствие и довольство им. Знаете, одно дело, если вы скажете «после смерти наступит вечная жизнь», я согласен с этим. Это имеет смысл, я готов принять это. Это будет не «якин», а обычное принятие. Но если вы скажете «я абсолютно уверен в том, что есть вечная жизнь», то тогда это становится уже «якин»ом. Если это прочно утвердится в моем сердце, то будет уже не обычное принятие, а твердая убежденность. «якин» – это первый смысл слова «якин». Второй смысл – это спокойствие души. Когда вы настолько уверены в чем-то, что в вашем сердце не остается ни тени сомнения, вы больше не возвращаетесь к этому и не пересматриваете это. Итак, «якин» – это то, что не вызывает у вас сомнений, и то, в чем вы совершенно убеждены. Теперь о том, в каком значении «якин» используется в Коране. «Якином» в Коране обозначается смерть. Аллах говорит в суре «Аль-Хиджр» «Поклоняйся Господу твоему, пока не явится к тебе якин». Под словом «якин» здесь подразумевается смерть. Почему? Потому что даже неверующий человек абсолютно убежден в том, что есть смерть. Вы можете не верить в вечную жизнь, не верить в могильный допрос, не верить в рай и ад. Однако никто, будучи в здравом уме, не станет отвергать реальность смерти. Это совершенная истина и начальная точка любого обсуждения о смерти. Единственное, в чем мы стопроцентно убеждены, когда говорим о будущем, так это в смерти. Смерть настолько очевидна для всех, что Аллах назвал ее в Коране словом «якин» – убежденность. Есть люди, которые могут соглашаться с идеей о вечной жизни, о рае и аде, видеть в этом смысл. Но они не хотят по-настоящему уверовать в это, утвердить это в своем сердце. В Коране говорится примерно о таких людях. Например, аят. Когда вам говорили, что обещание Аллаха – истина, и что в часе нет сомнения, вы говорили «мы не знаем, что такое час, мы считаем, что это всего лишь предположение, мы не имеем твердой убежденности». Когда людям рассказывали о конце света, они говорили «да, мы задумывались об этом, но не более того». Да, это имеет смысл, но мы не убеждены в этом на сто процентов, мы не готовы признать это в своем сердце. Да, это интересная идея, у вас, мусульман, довольно любопытная теология. И все, дальше они не идут, они не принимают это с полной убежденностью, у них нет якина, и это становится их бедой. Теперь поговорим о разнице между фразами «Альма льякын», «Айна льякын» и «Хакку льякын». Я объясню вам разницу с помощью примеров. Представьте, что вы за рулем, и вдруг вы видите впереди дым. Вы не видите огня, а видите только дым. Основываясь на этом дыме, вы приходите к выводу, что там впереди что-то горит. Вы видите огонь? Нет. Но основываясь на своих знаниях и опыте, вы предполагаете, что раз есть дым, а нет дыма без огня, то значит, где-то что-то горит. Вы пришли к этому выводу на основании своих знаний и опыта. Это называется «Альма льякын» – убежденность, основанная на знаниях. Вам не обязательно видеть огонь, поскольку ваши знания привели вас к этому выводу. Это довольно практичный и разумный способ получения вывода. Если вы видите дым, то значит, где-то есть огонь. Или вы выходите во двор и видите мокрую землю, повсюду лужи, вы говорите себе «Недавно шел дождь, наверное, он начался, когда я спал». Вы можете прийти к этому выводу, основываясь на последствиях дождя, которые вы видите. Вы видели сам дождь? Нет. Но, видя мокрую землю и лужи, вы точно знаете, что он был. Это и будет «Альма льякын». Если же вы, заметив дым, подойдете поближе и увидите непосредственно сам огонь, то это будет уже «Альма льякын» – убежденность глаз, то есть то, что вы видите собственными глазами. В этом случае ваша убежденность основывается не только на знаниях, но еще и на собственном наблюдении. Но затем вы думаете, а вдруг это обман зрения? И решаете подойти поближе, затем еще ближе, затем еще. И вот вы подходите непосредственно к огню и трогаете этот огонь. Вы почувствуете сильную боль, увидите ожог на руке. Или более реальный пример. Вы подошли к огню и почувствовали жар. Когда вы почувствуете его, то это уже будет «Хак-куль-якын» – убедительная, неоспоримая истина. Вы познали эту истину в полной мере, и у вас не осталось ни тени сомнения. Это и есть «Хак-куль-якын». В этом мире Аллах предоставил нам два из этих видов «якына». В первую очередь «Альма льякын» – убедительное знание об Аллахе, о вечной жизни. Каким образом? Мы видим творение вокруг себя, так же, как мы видим дым. Дым происходит от огня. И точно так же, видя творение, возникает вопрос, откуда это все появилось? Все это указывает на Творца, Аллаха. Можем ли мы увидеть Аллаха в этой жизни? Нет. Тем не менее, можем ли мы иметь «Альма льякын» – убедительное знание о нем? Несомненно. Читая этот Коран, эту совершенную книгу, мы приходим к выводу, что это не могут быть слова человека. Это божественная речь. Какое это знание? Какой это вид убежденности? «Альма льякын» Аллах, великон и возвышен, говорит в пятом аяте суры «Ат-Такессур». Но нет, если бы вы только обладали убедительным знанием. Другими словами, если бы вы знали это откровение, этот Коран. Если бы вы изучили Коран, вы бы убедились, что вечная жизнь – это истина. Вы стали бы убеждены, что у вас есть Творец, сотворивший вас и все вокруг, Творец, который будет судить вас. Вы стали бы убеждены, что Мухаммад – посланник Аллаха. Единственное знание, которое вам нужно было получить – это Коран, который был неспослан вам. Всевышний Аллах говорит в суре «Ар-Рухман» «Милостивый обучил Корану». И, кстати, описывая Коран, Аллах, великон и возвышен, сказал «И поистине Он – Коран, несомненная истина». Это уже третий вид «якына». Когда мы непосредственно ощущаем огонь, это тоже можно встретить в мирской жизни. Вы можете пропустить «Айн аль-якын» и перейти от «Альма льякын» сразу к «Хакку льякын». Каким образом? Знаете, одно дело изучать Ислам и быть убежденным в его истинности, основываясь на доказательствах и исследованиях. Но совсем другое дело, когда нечто проникает глубоко в ваше сердце и заставляет вас сказать «Клянусь Аллахом, это несомненная истина». Это как раз то состояние Ихсана, которое наш посланник, ﷺ, описал в известном хадисе Джибрииля, сказав «Ихсан – это поклоняться Аллаху, как будто ты видишь Его. И даже если ты не видишь Его, то поистине Он видит тебя». Сможем ли мы по-настоящему увидеть Аллаха? Нет. Но мы можем почувствовать, что Он близок к нам, что Он смотрит на нас. Это и есть «Хакку льякын» – абсолютная убежденность. И Аллах называет Коран абсолютной убежденностью. Таким образом, если вы хотите из «Альма льякын» – теоретического, интеллектуального знания перейти к «Хакку льякын» – к знанию, проникающему глубоко в сердце, то способ достичь этого книга Аллаха, велик Он и возвышен, поскольку Аллах называет свою книгу «Хакку льякын» – убедительной, неоспоримой истиной. Итак, это были три вида убежденности. Из чего все начинается? С «Альма льякын» – убедительного знания. Но проблема неверующих была в том, что они не довольствовались «Альма льякын» – убедительным знанием. Чего они хотели? «Альма льякын» – убежденности глаз. Они требовали явить им чудеса здесь и сейчас. Многобожники говорили Пророку, «Ты постоянно говоришь, что солнце и луна будут свернуты, что океаны будут кипеть, что есть рай и ад. Но мы так и не увидели ничего из этого. Вот если мы увидим это, тогда мы убедимся, что это истина». Вы, наверное, слышали выражение «Поверю, только когда увижу». Какой это вид «якына»? «Айну льякын» – убежденность глаз. Вот чего они требовали. Но Аллах как бы говорит им «Нет, я предоставил вам только убедительное знание». «Альма льякын» – это животное нуждается в «Айну льякын». Но вы же люди. Ваш уровень намного выше. Вы должны быть убеждены посредством знания. Убедительное знание должно привести вас к принятию истины. Животное должно увидеть огонь, и только тогда оно убежит. Но вам был дарован разум. Используйте же его. Ваш уровень намного выше. Вы должны рассуждать, руководствоваться более высокими доказательствами. А знание – это и есть более высокое доказательство. Пойдемте дальше. Давайте прочтем, как Аллах описывает «Альма льякын» – знание убежденности. И что об этом говорят ученые. Каттада сказал «Под убежденностью здесь подразумевается смерть», как и в других аятах. То есть «Альма льякын» – это знание о смерти. Другими словами, вы знаете, что жизнь заканчивается смертью. Вы точно узнаете, когда наступит смерть. Но наша душа стремится узнать, что будет после смерти. Кстати, даже те люди, которые не верят в вечную жизнь, хотят сохраниться после своей смерти. Знаете как? Например, есть большие мыслители, философы, миллиардеры, которые не верят ни в какую религию. Они считают, что религия для дураков. Они убеждены в этом. У них огромные несметные богатства. Но вот к ним приходит смерть. И прямо перед смертью они отдают свои дома, свое многомиллионное имущество какому-нибудь университету или больнице. Так многие поступают в США и в других странах. Они жертвуют огромные средства на благотворительность. При этом они жертвуют их не в молодости, а перед своей смертью, чтобы какая-нибудь больница или школа была названа в их честь. Школа имени такого-то, больница имени такого-то. Они умирают, они понимают, что это их конец. Но на что они надеются? На то, что хотя бы их имя продолжит жить. А еще лучше, если воздвигнут памятник в их честь, так они надеются продолжить свое наследие. Даже если человек отрицает вечную жизнь, отрицает Судный день, все равно он не желает просто умереть и уйти в небытие. Аллах вложил в нас желание продолжить существование и после смерти. У людей, которые отрицают истину, отрицают воскрешение, рай и ад, это может приобретать странные черты. Единственное, что они хотят оставить после себя, это памятную плиту или обелиск. Они думают так, рай мне не светит, так пусть хотя бы памятник мне поставят или школу назовут в мою честь. Понимаете? Но в чем истинная причина? Почему люди перед смертью отдают все свое имущество на благотворительность? Ведь они могут не верить в вечную жизнь, в расчет, в Судный день. Для чего они это делают? Все потому, что они не хотят просто умереть и все, чтобы о них забыли. Они хотят продолжить свое имя, свое существование, пусть даже не физически, а в виде памятника или больницы, названной в их честь. Это то, что Аллах вложил, пожалуй, в каждого человека. И истинные, правильные формы это желание приобретает только тогда, когда человек верит в вечную жизнь. Далее Аллах говорит. «Вы, о люди, непременно увидите джахим, ад». Джахим происходит от слова «джохом». Джохом – это пристальный взгляд льва, который собирается напасть на свою жертву и разорвать ее. Вы знаете, как лев перед тем, как напасть, следит за своей жертвой. Его свирепый взгляд впивается в жертву и повсюду преследует ее. И даже если жертва увидит льва, то его взгляд настолько ее напугает, что парализует ее волю, и она даже не сможет убежать. И в этом аяте Аллах говорит как раз о такой встрече взглядов. «Вы увидите джахим, адское пламя, которое будет пристально, подобно льву, смотреть на вас». Есть пара грамматических моментов, которые стоит упомянуть в этом аяте. Частица «ля» в начале аята служит для усиления смысла. Вы непременно обязательно увидите ад. Также эта «ля» является ответом на клятву. Когда предложение начинается с вот этой «ля», как в аяте, то подразумевается, что до него идет клятва. То есть, говоря «ля таравуннальджахим», мы как бы говорим «клянусь Аллахом, вы непременно увидите ад». Эту клятву можно и не произносить, она подразумевается. И доказательством, что она есть, является эта буква «ля» в начале аята. Удвоенное «нун» в конце слова «ля таравунна» также усиливает смысл. Вы непременно обязательно увидите. Таким образом, мы видим два усиления смысла в аяте. «ля» в начале и удвоенное «нун» в конце слова «ля таравунна». «Таравнальджахим» переводится как «Вы увидите ад». Но если мы скажем «ля таравуннальджахим», то смысл уже такой. Вы, несомненно, обязательно, совершенно точно увидите джахим, который будет смотреть прямо на вас. Некоторые ученые сказали, что эти слова относятся ко всему человечеству. Как, например, в суре «Марьям», где Аллах говорит, «И нет среди вас, о люди того, кто не вошел бы в нее», то есть в гиену. Таково окончательное решение твоего Господа. То есть, даже верующий, проходя по мосту Ас-Сырат, увидит ад. Для чего? Чтобы он увидел, от чего Аллах спас его, от какой страшной беды Аллах по Своей милости его избавил. И в любом случае, верующие, как минимум, увидят ад. И на основании этого некоторые ученые сказали, что аят из суры «Аб-Такясур» «Вы непременно увидите ад» также обращен ко всем людям. А другие ученые сказали, что нет, это не так, поскольку сура начинается со слов «Страсть к приумножению богатства мирских наслаждений увлекла вас». Разве это относится к верующим? Разве все это отвлекает их от поминания Аллаха, от следования истине? Нет. Поэтому те ученые считают, что поскольку в начале суры говорится о безнадежных людях, погрузившихся в неверие и мирские забавы, то, следовательно, и в аяте «Вы непременно в день суда увидите ад» тоже говорится о неверующих. И далее Аллах говорит, вы увидите его глазами убежденными. Частица сумма означает не только «потом», «затем», но также она используется в значении «более того», «вдобавок», то есть придает еще одно усиление. В этом аяте частица сумма стоит скорее в значении «более того», «вдобавок», и смысл аята получается такой. Более того, когда вы увидите ад, вы увидите его убежденными глазами, то есть вы увидите его непосредственно собственными глазами. Сейчас в этом мире вы получили убедительное знание об аде. Вам его недостаточно? Вы хотите увидеть его своими глазами? Хорошо, вы увидите его, но только уже в судный день, когда вас бросят туда. Хотите вживую увидеть ад, чтобы уверовать в него? Хорошо, вы получите такую возможность. Но будет уже слишком поздно что-то изменить в вашей жизни. Вы увидите его глазами убежденными. «Под видением» здесь имеется в виду видение с полной убежденностью. И сейчас мы переходим к последнему аяту. «Сумма латусалунна яума-идзин анин-на-ин». Вот тогда, когда вы увидите ад и станете совершенно убеждены, в тот день вы непременно будете спрошены о благах. Слово «тусалюна» означает «вы будете спрошены». «Лятусалюна» – «вы непременно будете спрошены». Можно было бы сказать «Лятусалюн» – «вы непременно точно будете спрошены». Но в аяте сказано «сумма латусалюнна». Получается целых три усиления смысла. Более того, вы точно, несомненно будете спрошены о благах. Вот как Аллах обращается к ним. Это необычное обращение. Обычно мы говорим так, когда очень разгневаны на кого-то. Вы обязательно, обязательно будете спрошены, даже не сомневайтесь в этом. Так говорят в состоянии гнева. Таким образом, в этом аяте проявляется гнев Аллаха к неверующим. Причем Аллах не говорит, что они будут брошены в ад, а говорит, что они увидят его. Получается, что самое страшное в Судный день – это даже не сам ад, а его лицезрение и то, что они будут спрошены. Вот что самое страшное. Посланник Аллаха, ﷺ, сказал, «Кто подвергнется расчету в Судный день, тот погибнет». Но здесь речь идет о деяниях. А в нашем аяте говорится, что допрос будет не о деяниях, а о чем? «О благах». Слово «ан-наим» – «благо» – происходит от слова «ни'ма» – «милость», «дар». Множественное число от слова «ни'ма» будет «ни'м» или «ан'ум». Аллах не сказал. «Тумма латуш'алуна яума-идзин а'нил-ни'ам» – «джами'иха». «Вы будете спрошены обо всех благах». Нет. Он упомянул здесь конкретное слово «ан-на'им». Оно содержит в себе несколько смыслов. Первый смысл такой. Вы сами есть «ан-на'им». И вы будете спрошены о том, как вы распоряжались собой. «Ан-на'им» – это тот, кто окружен постоянными благами. Он все время получает какие-то блага, он окружен роскошью. Ему постоянно дарят всякие подарки и наслаждения. И вот в Судный день такой человек будет спрошен за то, что он делал со всей этой роскошью. Как он обращался с теми благами, которые получал. Сама по себе роскошь не является запретной. Наслаждаться благами этого мира – это не грех. Расскажу один реально пугающий случай из жизни Пророка, мир ему и благословение. Однажды он, будучи голодным, вышел на улицу. Он нормально не ел уже несколько дней. И вот он вышел на улицу и встретил Абу-Бакра с Сыддыка. И по его лицу Пророк понял, что Абу-Бакр тоже голодал. Затем к ним пришел Умар ибн Хаттаб. И по его лицу тоже было видно, что он страдает от голода. Пророк, мир ему и благословение, в тот момент беспокоился не о себе, а о сподвижниках. Поэтому он повел их к другому сподвижнику, у которого было что поесть. Они пришли к его дому, и Пророк сказал «Ассаляму алейкум», но никто не ответил. Затем он еще раз сказал «Ассаляму алейкум», но ответа не последовало. В такой ситуации, когда никто не отвечает, люди обычно уходят. И вот, когда все они трое собрались уйти, жена того сподвижника вышла и сказала «Моего мужа нет». И мы слышали, как ты в первый раз поприветствовал нас, о посланник Аллаха. Мы лишь хотели, чтобы ты еще раз сказал «Ассаляму алейкум», чтобы наш дом еще раз удостоился чести получить салям от посланника Аллаха. Поэтому мы не ответили тебе в первый раз. Итак, они зашли. Вскоре пришел тот сподвижник. Он угостил посланника Аллаха, ﷺ, Абу Бакра и Умара. Это была простая еда. Когда они утолили свой голод, Пророк, ﷺ, сказал Абу Бакру и Умару «Это наим», благо, о котором мы будем спрошены. Они поели простую еду, попили простую воду после нескольких дней голода и жажды. А что мы сегодня едим и пьем? Часто ли мы отправляемся спать, будучи голодными? Представьте, что они чувствовали. Субханаллах! Мы должны пересмотреть, переформатировать наше мышление. Сегодня в мусульманской уме произошла некая путаница недоразумения. Когда мы окружены мирскими благами, мы говорим «Альхамдулиллах, хвала Аллаху за мой прекрасный дом, за мою машину». И это правильно, мы должны так говорить. Но мы забываем говорить себе «О Аллах, прости меня!» Наступит день, когда я буду спрошен за этот прекрасный дом. Ведь чем больше мирского мы имеем, тем строже мы будем спрошены за него в день суда. Чем меньше у нас мирского, тем меньше мы будем спрошены за него. Да, нам дозволено иметь богатство и жить в роскоши. Но, с другой стороны, мы должны быть готовы отвечать за все это богатство и роскошь. Но знаете, как сегодня думают некоторые мусульмане? Чем больше у них богатства, тем больше Аллах любит их. Это неправильное суждение уже захватило христианский мир, и теперь оно проникает и в мусульманский мир. Протестанты разошлись с католиками, потому что последние отвергли мирские удовольствия. Когда же появились протестанты, они сказали «Нет-нет, Господь желает, чтобы мы наслаждались этим миром». Поэтому, если вы послушаете какого-нибудь протестантского священника, то вы услышите примерно такое. Господь желает, чтобы вас повысили на работе. Он желает, чтобы у вас была хорошая работа. Он желает, чтобы вы взяли кредит и купили себе большой роскошный дом. Другими словами, Господь якобы желает для нас побольше мирских благ, поскольку чем больше вы имеете, тем больше Господь любит вас. Так они считают. Это заблуждение. Мирская жизнь и ее благо не являются показателем того, любит вас Господь или ненавидит. Мирская жизнь – это не что иное, как испытание. Это испытание как для богатых, так и для бедных. Было в истории так, что самые богатые люди были самыми худшими из людей. Пример тому фараон. Он был невероятно богат. С другой стороны, были в истории бедные и обездоленные люди, которые были одним из лучших людей в истории. Например, Ибрахим Мириму. Он был изгнан из своей родины, подвергался гонениям, пыткам. При этом он стал одним из величайших пророков в истории. И мы не говорим, что богатство – это зло. Богатство не является злом. Но оно также не является и благом. Оно всего лишь испытание. Все, что приходит к нам от Аллаха, все блага являются милостью. И мы будем спрошены за каждое из этих благ. Еще одно значение слова «аннаим» – это постоянные блага и милости. Это милости, которыми вы наслаждаетесь изо дня в день. Вы открываете кран, и из него льется приятная теплая вода. Открывая глаза утром, вы видите все вокруг. Вам не нужно настраивать свои глаза, чтобы начать видеть. То же самое – уши, рот, которые совершенно бесплатно вам достались. Однажды вы будете спрошены за эти и многие другие милости. А Шаукани, да смилуется над ним Аллах, связав первые и последние аяты суры, сказал… Сура началась с упоминания о том, что страсть к приумножению сделала с людьми. Она полностью увлекла их. А что именно так увлекло нас? Поиском чего мы заняли все свое время? Поиском благ и удовольствий. Получается, те блага и милости, дарованные нам Аллахом, оказались тем, что увлекло нас. Но если мы всегда будем помнить, что за все эти блага мы будем спрошены, то в таком случае эти блага не будут нас отвлекать от религии, а наоборот будут средством, с помощью которого мы приблизимся к Аллаху и будем держаться прямого пути. Милости и блага, дарованные Аллахом, помогут нам чаще поминать Аллаха и быть благодарным Ему. Они помогут всегда помнить, что однажды мы будем отвечать за все, что Аллах даровал нам, поскольку, что бы нам ни было даровано, это не принадлежит вам, это принадлежит Аллаху. Всевышний Аллах говорит, все, что даровано вам, является приходящим благом мирской жизни. Это было даровано вам, это не ваше. Когда-нибудь вы лишитесь этого, и вы будете спрошены в тот день обо всех благах. Некоторые ученые сказали, что под словом «Ан-На'им» для верующих подразумевается посланник Аллаха, ﷺ, Коран, истинные убеждения. Все это является наивысшими благами и милостями в этом мире. Так вот, мы будем спрошены, как мы поступали с этими милостями, как мы использовали эти знания. Ценили ли вы то, что Аллах почтил вас, позволив говорить «Мухаммадур-расулюллах»? «Это совсем не маленькая милость. 80% населения мира лишены такой милости, а мы ею обладаем. И об этом мы тоже будем спрошены». Каттада сказал, «Инна Аллаха субханаху са-илун кул-лази ни'мати амма ан'ама алейхи. Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Нет сомнений в том, что именно Аллах будет спрашивать каждого обладателя милостей о том, как он распоряжался ими. И это совершенно очевидно. Последнее, что мы прочтем, это предание от Ибн Аби Хатима, которое резюмирует всю суру. Он говорит, «Страсть к приумножению, жажда изобилия, обманывала людей и отвлекала их от покорности Аллаху, пока они не посетили могилы, то есть, пока смерть не пришла к ним». «Слова «но нет, скоро вы узнаете», еще раз «нет, скоро вы узнаете» означают, «вы узнаете, когда окажетесь в могиле и когда будете воскрешены и собраны в Судный день». Слова «но нет, если бы вы только обладали убедительным знанием» означают, если бы вы только остановились и задумались о своих деяниях, которые вы совершаете на виду у своего Создателя. Слова «а ведь вы непременно увидите ад» указывает на то, что все люди, даже те, кто попадут в рай, увидят ад под собой, находясь на мосту Ас-Сырат. Некоторые упадут в него, а другие спасутся и пройдут этот мост. Да сделает нас Аллах из их числа. Ибн Абихат им продолжает. «Мусульмане спасутся и перейдут мост». Слова «в тот день вы будете спрошены о благах» означают, что мы будем спрошены о тех благах, которые наполняли наши желудки, о холодных напитках, которые мы пили, о тени, падавшие с наших домов, а также о своих совершенных руках, ногах, о пропорциональном теле. Также мы будем спрошены за свой сладкий и спокойный сон. Все это милости и блага, о которых мы даже не задумываемся порой. Можете представить, что мы будем спрошены даже за то, что однажды жарким летним днем мы решили вздремнуть. Субханаллах! Мы просим Аллаха помочь нам подготовиться к тому дню и внушить нам истину и благодарность за благо, которые Он даровал нам. Да сделает нас Аллах теми, которые, услышав напоминание и предостережение, принимают его наилучшим образом в своей жизни, затем предостерегают своих близких и способны передать это послание всему человечеству. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркем ТВ. Развивайтесь вместе с нами!